Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников, скульпторов Эрнст Фукс. Австрийский художник, рисовальщик, гравер, скульптор, архитектор, сценограф, композитор, поэт, один из основоположников Венской школы фантастического реализма. Я пользуюсь Википедией. Родился в Вене 13 февраля 1930 года. Поступил в Академию изобразительных искусств Вене. В Академии он познакомился с Ариком Брауэром, Рудольфом Хауснером, ну и так далее, со множеством художников, вместе с которыми позже основал так называемую Венскую школу фантастического реализма. был одним из основателей арт-клуба. Творчество Фукса этого периода находилось под влиянием творчества Густава Климта и Эггана Шилли, а затем Макса Петштейна, Генриха Каппендонка, Эдварда Мунка, Пабло Пикассо, Генри Мура. В это время, стремясь добиться ярких световых эффектов, он возродил и перенял межтехнику. Это смешанная техника живописи. В межтехнике яичная темпера используется для наращивания объема, а затем покрываются масляными красками, смешанные со смолой, создавая эффект драгоценного камня. С 1950 по 1961 год Фукс жил в основном в Париже, совершил несколько поэток в Соединенные Штаты и Израиль. Изучал символику алхимиков, читал книги Юнга «Психология и алхимия». Его любимыми примерами в живописи были манеристы, особенно Жак Кало, а также Ян Ван Эйк и Жан Фуке. В 1958 году он основал галерею Фукс Фишов в Вене, чтобы продвигать и поддерживать молодых художников школы фантастического реализма. С 1970 года Фукс приступил к многочисленным скульптурным проектам. В 1974 году начал заниматься дизайном декораций и костюмов для опер Моцарта и Рихарда Вагнера. Начал экспериментировать с промышленным дизайном, выпустив 500 экземпляров высококлассной посуды, которую Фукс оформил для немецкой фарфоровой мастерской «Розентария Лайн». В 1972 году он приобрел заброшенную виллу от Вагнера, которую восстановил и преобразил. Вилла была открыта как музей Эрнерста Фукса в 1988 году. В 1993 году Фукс был удостоен ретерспективной выставки в Государственном русском музее в Санкт-Петербурге, став одним из первых западных художников, удостойных такой чести. Я в то время тоже был в Петербурге, и мне удалось посмотреть его работы. У него было 16 детей. Умер Фукс 9 ноября в Венском в Софиншпитале в возрасте 85 лет в 2015 году. Яркий австрийский художник оставил после себя богатейшее творческое наследие в различных жанрах искусства, от архитектуры до музыки. Вот так вкратце то, что написано в Википедии, о австрийском художнике, рисовальщике, гравюре, скульптуре, архитекторы, сценографе, композиторе, поэте, одним из основоположников Венской фантастической школы реализма Эрнст Фукс. Пока-пока, до свидания, смотрим работу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok